Дедушка Мороз Мне кажется, самые крутые Новые Года были, когда я была маленькая, и мы встречали Новый Год всем домом. Я жила до некоторых пор в общежитии, что мама у меня приезжая, и мы встречали, просто у нас было миллион детей, там 15-этажное здание, на каждом этаже куча-куча ребят, и везде какие-то застолья, гулянки, вот мы все вместе бегали по этажам, потом выходили на улицу, играли в снежки, пускали фейерверки, а это, наверное, самые крутые Новые Года были. Без чего нельзя представить Новый Год в твоей семье? Главный атрибут, когда ты понимаешь, что вот он, праздник. Мамин холодец. Это самый главный атрибут. Если маминого холодца с горчичкой нет, значит Нового Года нет. Вспомни какое-нибудь желание, которое ты загадала, и оно сбылось, которое сейчас можно рассказать. Ну, естественно, когда я была маленькая, я мечтала о домике Барби, и когда я проснулась и увидела его под елкой, я была сам счастливым ребенком. Наверное, это самое такое воспоминание. Тогда я еще верила в Деда Мороза, и мне казалось, что все, вот оно. Желания какие-то связанные с баскетболом у тебя были когда-нибудь? Или это больше как цель? Ну, это, наверное, да, цель. Каких-то желаний не было, наверное, как каковых. А подарки связанные с баскетболом? Многие же, наверное, думают, что раз баскетболисту, надо что-нибудь подарить как-то тематическое. Ну, знаете, нет, никогда не дарили мне ничего такого тематического. Во всяком случае, ну, я вот не припомню, чтобы были какие-то такие подарки. Как бы все знают, что я, что я люблю, вот, и дарят мне обычно то, что я люблю. Баскетбол? Ну, может быть, какую-то маечку когда-то дарили, когда я была помладше совсем. Сейчас уже нет, точно. Спасибо, с Новым годом еще раз. И вас, дедушка, с Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова